Глава 5. Подзаголовок 9. Ложь, большая ложь и политика. Террор ООП внедрил в западное сознание мысль о необходимости решения палестинской проблемы в кавычках путем создания независимого палестинского государства. Руководство ООП осознавало, что оно сможет извлечь максимальную политическую выгоду из этого признания только в том случае, если ООП сумеет уйти от прямой ответственности за свои чудовищные злодеяния. Показательные теракты привлекали внимание всего мира к палестинской организации, однако лидеров ООП никто не воспринимал в качестве возможных партнеров по политическому диалогу. Поэтому Арафат и его ближайшие приспешники были вынуждены отрицать свою причастность к терактам, осуществляемым их подчиненными. Еще в середине 70-х годов, когда кампания международного террора была в самом разгаре, ООП прибегала к изощренной дезинформации для того, чтобы приписать наиболее одиозные теракты экстремистам в кавычках, действующим на свой страх и риск вопреки в кавычках воле умеренного в кавычках руководства палестинской организации. Тогда же официальные представители ООП стали утверждать, что их организация стремится к миру, отрицает насилие и террор. Они настойчиво пытались создать впечатление, что ООП придерживается нового курса, умеренного и реалистичного. В тот период палестинская организация пользовалась щедрой финансовой поддержкой богатых арабских государств, таких как Саудовская Аравия и Кувейт. В случае с Кувейтом осуществилось знаменитое пророчество Ленина о веревке, проданной палачу. Кувейт продал палестинцам ту самую веревку, на которой палачи ООП вздернули многих кувейтских граждан после оккупации страны войсками Саддама Хусейна в 1990 году. Щедрое финансирование обеспечило ООП возможность создать разветвленную сеть своих учреждений и дипломатических представительств во всех концах света. Эти учреждения усердно распространяли миф об умеренном палестинском руководстве в кавычках, успешно используя страстное желание Запада увидеть хоть какую-то надежду на урегулирование ближневосточного конфликта. Не следует забывать, что Запад находился тогда под прессом арабского нефтяного эмбарго. Представителями ООП в Европе, Америке, Азии и Австралии были респектабельные господа, умеющие четко изъясняться и одеваться с необходимым дипломатическим лоском. Именно они распространяли миф об умеренности и прагматизме ООП в средствах массовой информации, в ротари-клубах, в церквях и даже в синагогах. Тактика отмежевания от наиболее одиозных терактов была впервые использована ООП еще в 70-м году, когда была создана группировка «Черный Сентябрь», первая из псевдонезависимых палестинских террористических организаций, раившихся в осином гнезде ООП. Боевики «таинственной» организации убили иорданского премьер-министра Васфиталя, американского посла в Хартуме Клеонозля и его помощника Курта Мура, израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. А Ясер Арафат спокойно отрицал свою причастность к операциям «Черного Сентября». Истина стала известна лишь в 73-м году, когда высокопоставленный деятель ООП сообщил, что Абу-Ияд, заместитель Ясера Арафата, является непосредственным руководителем операций, осуществленных организацией «Черный Сентябрь». Когда Арафат был вынужден наконец признать, что первоначально «Черный Сентябрь» и ООП составляли единое целое, он смог извлечь выгоду даже из этого, заявив, что с тех пор ООП отказалась от использования экстремистских методов и стала «умеренной» в кавычках политической организацией. ООП не только скрывала свою причастность к террору. Лидеры этой организации нашли дополнительный способ извлечения политической выгоды из кровавых терактов, осуществленных по их наущению. Представители ООП стали предлагать себя в качестве «объективных посредников» на переговорах об освобождении заложников, захваченных палестинскими террористами. Иногда эта отвратительная уловка неплохо им удавалась. Так, например, в 1979 году ООП выступила в качестве посредника на переговорах об освобождении заложников, захваченных в египетском посольстве в Турции, членами неизвестной организации «Орлы Палестинской революции». Турецкое правительство было премного благодарно ООП за эту услугу, когда заложники были наконец освобождены. Анкара предоставила Организации освобождения Палестины официальное дипломатическое признание. По прошествии некоторого времени стало известно, что представитель ООП на переговорах с «Орлами Палестинской революции» осуществлял планирование операции по захвату заложников в турецкой столице. Самым постыдным примером этой тактики является убийство гражданина США Леона Клингхофера, 1985 год. Этот американский еврей, прикованный к инвалидной коляске, путешествовал по Средиземному морю на прогулочном судне «Акилла Лауро». Судно было захвачено палестинскими террористами. Клингхофера застрелили в упор, а тело выбросили за борт. Член исполкома ООП Абу Аббас прибыл в Египет, где он заявил журналистам, что Ясер Арафат попросил его выступить в качестве посредника на переговорах об освобождении заложников, находившихся на судне «Акилла Лауро». Естественно, что Абу Аббас преуспел в своей миссии, и заложники были освобождены. Однако на этот раз события не пожелали следовать отработанному сценарию. Освобожденные заложники рассказали о том, как террористы избивали престарелых пассажиров судна, выкрикивая лозунги, прославляющие Арафата. Информация, перехваченная спецслужбами США и Израиля, доказала, что террористы не были членами группировки, отколовшейся от ООП. Они были боевиками ООП, а дипломатический посредник, в кавычках, Абу Аббас, являлся их непосредственным командиром. Американские ВВС перехватили в воздухе самолет, на котором находились удирающие террористы. ООП была вынуждена тут же изменить свою позицию. Теперь эта организация не отрицала более свою связь с арестованными террористами. Но зато она утверждала, что на борту Акилла Лауро никто не был убит. Официальный представитель ООП заявил, что убийство Клингхофера является грандиозной ложью, сфабрикованной разведывательными службами США. Глава политического отдела ООП Фарук Каддуми, палестинский министр иностранных дел, в кавычках, дошел до невероятного цинизма. Он предположил, что миссис Клингхофер сама столкнула своего мужа за борт, чтобы получить страховку. Абу Аббас предложил другую версию. Может быть, он решил спастись в плавь. Попытки ООП уклониться от ответственности за террор не принесли успеха, и палестинская организация попала в затруднительное положение прежде всего потому, что международный терроризм в целом переживал тяжелые времена. В 1982 году в ходе израильской военной операции в Ливане была уничтожена террористическая инфраструктура, созданная там ООП за предыдущее десятилетие. Руководство ООП было изгнано в Тунис. В середине 80-х годов Запад приступил к осуществлению широкомасштабной политической кампании по искоренению терроризма.